Здравствуйте, с вами Александр на канале Финансовая Независимость. Сегодня я продолжаю покупать активы равными долями на равных промежутках времени. Равные доли – это постоянные 10 тысяч рублей, а равные временные промежутки – это неделя. Прочитайте текст на экране, здесь написано подробнее о данном инвестировании, а в ролике мы с вами сэкономим время. Итак, начинаем. Сейчас вы видите в приложении результаты моих предыдущих покупок. Я для вас медленно все пролистаю, вы можете посмотреть все это дело. Покажу я чуть позже и общую наглядную таблицу с итоговыми цифрами, но это будет в определенном блоке. Так, общий результат по этому портфелю, сейчас, как вы можете видеть, хотя здесь сложно, конечно, рассмотреть, 17,5% – это то, что зелеными мелкими цифрами написано. Жаль, что оно, конечно, мелкими, но тем не менее. Не надо эту цифру 17,5% путать с годовой доходностью. Это природа за все время инвестирования. И не стоит считать доходность, как будто вся сумма инвестирована почти два года назад. Инвестирование регулярно, часть денег была проинвестирована месяц назад, и два месяца, и пять месяцев назад. Иногда очень странный комментарий читают людей, которые, к сожалению, этого не понимают почему-то. Так, продолжаю. Как вы уже знаете, активы, покупаемые в рамках этого видео, так называемого оранжевого инвестирования, по цвету обложки, у меня соревнуются с активами, которые я покупаю в инвест-клубе. Это уже происходит два месяца. Суть соревнований сейчас у вас на экранах. Читайте, вникайте. Сравнивать есть смысл только по конечным суммам. На доходность в процентах, обращать внимание, смысла нет никакого совершенно. Она будет разная из-за различных дат начала инвестирования по этим двум счетам. Разница поначалу покупок примерно в полтора года. Ну, то есть, большая разница. Нет смысла учитывать. На скриншотах видна ситуация на вечер понедельника. В оранжевом инвестировании заметно скорректировались китайцы, но вытягивают российские активы. А на сумму активов в инвест-клубе продолжает давить курс доллара. При этом в инвест-клубе со временем должен стать заметным долларовый дивидендный поток, но он еще пока до сих пор не сформировался, не набрал силу. Пока дивиденды редкие, но они уже есть, и я их периодически публикую. Ну, а сейчас в инвест-клубе скорректировались некоторые бумаги, что тоже очень сильно радует, так как купить их теперь можно уже дешевле. И если впереди масштабная коррекция, то станет еще интереснее. Ну, посмотрим, в общем. В инвест-клубе у меня покупки иностранных активов на СП бирже, и периодически я там дополнительно публикую важные и интересные посты по инвестированию. В инвест-клуб вот в этот самый можно попасть через основной бесплатный телеграм-канал. И там я тоже делаю дополнительные посты, которые не вписываются в формат Ютуба. То есть сплошная полезность. Но на бесплатный основной телеграм-канал подписывайтесь осторожно, только по моей ссылке, чтобы не нарваться на мошенников и на созвучные каналы. Ссылка на бесплатный телеграм-канал, как всегда, внизу в описании к видео. Так, продолжаем. Смотрим, что произошло за неделю, какова текущая тенденция у нас на ключевых рынках. Давайте сначала открою фонд американских акций. Так, это я традиционно всегда из БСП открываю. Вот он по центру, это S&P 500 от Сбербанка. 20% прироста здесь. Давайте откроем как раз-таки этот график. У американцев все довольно неплохо продолжается. Индекс S&P 500 постепенно подрастает, с совершенно небольшими коррекциями. А у нас вот здесь на графике все немного не так. Но это из-за того, что цена данного пая номинируется в рублях и пересчитывается, соответственно, через курс доллара. В общем, небольшое укрепление рубля сказывается негативно на вот этом графике. Так, ну что по американцам еще? Прошло очередное заседание ФРС. Джером Пауэлл снова успокоил рынки. Хотя при более детальном анализе его слов становится понятно, что риторика ФРС становится жестче. Но покупатели предпочли этого не замечать. Денег сейчас много, покупки продолжаются. Хочется рынку расти. Такое бывает. Далее, давайте посмотрим в этом инвестирование китайцев. Так, китайцы вот по центру. Здесь минус довольно-таки серьезный, уже 12% с лишним. Давайте открою график этот. Тут снова ничего хорошего. Тема строительной компании Эвергранда не окончена. К тому же, компаний с проблемными долгами в Китае довольно-таки много. Так что, вполне вероятно, что основные проблемы еще впереди у китайского рынка. Однако, китайский финансовый регулятор способен провести денежное стимулирование либо широкого рынка, либо поддержать компании выборочно. Сейчас, похоже, этого уже ожидают. Но совершенно непонятно, когда это будет сделано, в каких объемах и каким образом. Справедливости ради стоит отметить, что выборочное, единичное спасение пострадавших компаний уже началось. Но до массового стимулирования пока дело не дошло. Тут реально будет интересно понаблюдать за дальнейшими действиями руководства Китая. Ну вот, что еще хотел добавить. Сейчас в Китае зарождаются новые риски. Из-за высоких цен на сырье компании продолжают терять прибыль, причем в различных секторах. И это может сказаться и на экономическом росте, и на динамике фондового рынка. Пока по Китаю хороших новостей нет. Риски очень даже себе не слабые. Так, давайте посмотрим еще российские акции, фонд российских акций. Это будет СБМХ, БЕР, индекс Мосбиржи. Вот он по центру, здесь прирост 63%. Вот так получилось, вырос он довольно-таки не слабо. Так, смотрим график. Ну, здесь видно, что и по российским активам очень быстро выкупили коррекцию. Газпром впереди сейчас, цена на нефть показывает пандемические рекорды. Слегка отпустил металлургов, там появились неплохие новости. И общая ситуация раскрасилась приятной позитивной краски. Даже евро и доллар перешли к небольшому ослаблению относительно рубля. И на первый взгляд все прекрасно, ну, во всяком случае, неплохо. Но не стоит забывать про недавно вылезший наш любимый риск. Возобновилась санкционная риторика. Пока про нее стараются забыть, ну или просто не замечать. Но если санкционная тема будет иметь продолжение, то это может повлиять и на курс рубля, и на фондовый рынок. Поэтому наблюдаем за этим делом осторожно. Далее, давайте теперь о портфеле конкретней. Перейдем к структуре инвестпортфеля. Сейчас вы видите ее на своих экранах. А вот в данной таблице полная информация по текущим активам в этом инвестировании. Первая цветовая область сверху – это класс активов акций. Вторая область, выделенная цветом облигаций, золота – нет. Далее выделен кэш, состоящий из рублей и из долларов, оставшихся от прошлого приобретения активов. А сейчас я вот дополнительно вывел на экран более укрупненную диаграмму с объединением некоторых похожих фондов. Так общая структура портфеля становится понятнее. Но доля российских активов у меня постепенно снижается, если вы это замечаете. Ну а теперь несколько слов о доходности данного инвестирования. Это можно увидеть вот здесь, вот в портфеле аналитики. Вот по центру у меня здесь такая кнопка присутствует. Вылезает у меня сразу здесь вкладка «Портфель». Вы ее сейчас видите. Зелеными цифрами написан доход по этому инвестированию. Ну вот смотрите, здесь получается 78 тысяч плюс 1000 на дивидендах. Это все доход по этому инвестированию. А вот именно 78 тысяч – это прирост за все время инвестирования. Номер выпуска у меня вот в названии видео, которое вы всегда видите, это номер недели по данному инвестированию. Так, теперь пора начинать покупки. Вначале нужно перевести деньги на брокерский счет. Ну, чтобы перевести, надо нажать сначала кнопку «Пополнить». Здесь мне понадобится, значит, мой долларовый счет. Я на него уже перешел. Мне понадобится здесь 65 долларов. Набрал цифру 65, нажал кнопку «Пополнить». И пополнение у нас сейчас произошло. Вы это видите. Так, теперь рубли. Общая сумма должна быть 10 тысяч рублей. Ну, как я это заявляю в общей концепции. Поэтому учитываю эти 65 долларов по примерно текущему курсу и дополнительно перевожу с карты на брокерский счет еще 5200. Соответственно, я нажимаю кнопку «Пополнить». Набираю 5200. 5200 набрал и уже даже перевел. Вы это уже видите. Так, ну, начиная, собственно говоря, покупки. И купить я хочу. Начать я хочу с… Да, на IT-акции. Ну, вот по центру я его сразу вывел. Это тикер FXIM. Ну, вот сразу же и нажму. Так, состав фонда – это IT-сектор США. Здесь небольшая коррекция. Ну, собственно, ее даже вот на этом графике видно. Покупка будет не на максимумах. Это хорошо, но это совершенно не главное. Сейчас рынок слегка волатилит. Ну, в общем-то, не сейчас, уже довольно-таки давно. Буду надеяться, что коррекция усилится. И переоценка активов позволит увидеть более адекватные уровни. Несмотря на текущую перекупленность большинства эмитентов IT-сектора, надо понимать, что IT-сектор сейчас один из самых реально быстро растущих секторов экономики. Поэтому купить данный фонд в небольшом количестве в долгосрок – это нормально даже и на максимумах. Хотя и мне неприятно, конечно же. Отчетность по достаточно многим компаниям вполне неплохая. Но вот нормальных мультипликаторов сейчас там практически не встретишь. Особенно если внимательно поизучать. На Тинькове этот фонд в рублях не купить. Но я не вижу в этом проблемы. Можно купить и в долларах. У меня доллар уже есть. Я их здесь не покупаю вот в этом приложении Тинькова. Я их просто перевожу сюда со счета. Дивиденды реинвестируются в этом фонде, что тоже неплохо. В общем, фонд интересен, но без фанатизма, так как в нем еще много откровенно перекупленных компаний. Покупаю. Куплю здесь 20 паёв, 20 лотов. Соответствующую цифру наберу сейчас. Вот, набрал. Кнопку «Купить» тоже нажал. Так, ну а на популярнейший вопрос, зачем покупать фонды, если они не платят дивиденды, я ответил вот в этом видео. Там рассказано, как из таких фондов создается дивидендный поток. И показано, что дивидендную зарплату в этом случае тоже можно сформировать и спокойно жить на нее в будущем. Смотрите там вот в этом видео с примерами и много конкретики по данному вопросу. А я продолжаю покупки и сейчас будет куплен фонд «Виттиби И». Вот он у меня сейчас по центру. Давайте сразу я на него и нажимаю. Фонд очень интересен для диверсификации. Это «БПИФ» – биржевой паевой инвестиционный фонд. Он позволяет существенно диверсифицировать инвестиционный портфель акциями компаний развивающихся стран. В него входят ценные бумаги таких стран, как Китай, Индия, Бразилия, Южная Корея, Тайвань и другие. Если вы не квалифицированный инвестор, то акции этих вот стран отдельно вы нигде купить не сможете. Уж тем более не сможете это сделать на московской бирже. Таким образом возникает уникальная возможность инвестировать в подобные активы без получения статуса квалифицированного инвестора. А это ценно. Кстати, вот в этом видео про данный «БПИФ» я рассказал более подробно. Не только про него. Смотрите, там полезная информация присутствует. Так, дивиденды у «Виттиби» конечно же есть. Дивиденды там реинвестируются. В общем, фонд акций развивающихся рынков явно мне интересен в портфеле для более полной диверсификации по классам активов. Китайских комитетов в этом фонде больше 30%, это стоит учитывать. Сейчас мне уже можно нарастить долю отдельного китайского фонда «ФХЦН». Ну вот если посмотреть на диаграмму, которую я раньше показывал. Но пока торопиться я с этим не буду. Возможно, в следующий раз подумаю. Но не сегодня это точно. Сегодня куплю китайцев через «Виттиби», и так рисков будет меньше для моего инвестирования. В общем, покупаю «Виттиби», и здесь мне понадобится, сейчас я посмотрю, да, здесь мне нужно будет 30 паёв, 30 лотов. 30 лотов нажал, набрал, кнопку «Купить» тоже набрал. Всё, куплено. А теперь есть возможность напомнить, что у меня баланс риска диверсификации контролируется. Я за этим слежу. Если вы не понимаете, что такое сбалансированный риск и правильное распределение активов, то читайте нужную литературу. Вот эта вот обложка к видео как раз о важных книгах. Изучайте. Продолжаю покупать. Куплю сегодня ещё фонд FXDM. Ну, вот по центру уже этот фонд. Он с минусом у меня уже, минус показывает. Ну, вот открыл график. Этот фонд включает в себя акции крупнейшей компании развитых стран, кроме США. В него входят акции компаний из около 20 развитых стран. Крупнейшие доли здесь приходятся на рынки Японии, Великобритании, Швейцарии и так далее. Кстати, вот в этом видео я довольно подробно разобрал плюсы и минусы этого фонда. Смотрите, изучайте, разбирайтесь. Фонд интересен мне явно для валютной диверсификации портфеля. Сейчас и евро, кстати, показывает некоторую слабость. Это радует. Думаю, также очевидно, что достаточно устойчивые валюты развитых стран станут хорошей альтернативой доллару. Будут эффективно разбавлять риски доллара и балансировать портфель. Ну, конечно же, рублевые риски они даже в первую очередь разбавят очень даже хорошо. К тому же, цена пая сейчас не на максимуме. Ну, вот график реально красивый, который вы сейчас видите на экранах. Думаю, что частично из-за слабости евро сейчас это происходит. Индекс доллара сейчас подрастает. В общем, здесь я покупаю. По плану я должен купить здесь 40 лотов, что и делаю довольно-таки успешно, как вы видите. Далее, перед следующей покупкой обращу ваше внимание на то, что я сделал отдельный плейлист вот с этими роликами. Сейчас вы видите на экране несколько обложек обзорных роликов по фондам. Плейлист называется «Обзоры фондов». Смотрите, там много важного и нужного для инвестора. Так, теперь продолжаю покупать. И сейчас у меня по плану покупка фонда FXIS. Вот он по центру. Я его уже открыл. Это фонд видеоигры «Киберспорт». Он немного скорректировался. Тоже заметно по графику. Такая коррекция связана с регуляторными инициативами китайцев в этой индустрии и снижением из-за скандала одной из акций, входящих в этот фонд. У этой акции крупная доля в данном фонде. Здесь я хочу купить 40 лотов, что сейчас и сделаю. А на сегодня это все. Всем здоровья, большой профит и да пребудет с вами сила сложного процента.